Здравствуйте! Я в рабочие пойду. Почему это утверждение актуально сегодня среди молодых, востребовано на рынке труда и кардинальным образом меняет систему образования не только в стране, но и в нашем регионе? Разговор сегодня об этом с профессионалом своего дела, директор департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области Алексей Шкляр в гостях. Сегодня у Репортер 73. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Ирина! Начнем с того, что актуальность рабочих профессий, она, в общем-то, возникла не сегодня. Перенасыщение рынка труда юристами, экономистами, бухгалтерами с дипломами заочного или дистанционного обучения, оно сыграло свою роль, а кризисы экономические, политические, в экономике особенно заставили пересмотреть приоритеты развития существующих производств. В регионе у нас тоже несколько лет уже назад поняли, что к рабочим профессиям нужно повернуться лицом. Это именно так? Да, конечно, это так. И на самом деле вы правы, Ирина, в том плане, что, наверное, это было ввеление времени, был такой период, когда были популярны гуманитарные, но я хочу сказать, что, наверное, и в советский период и всегда были в приоритете в нашей стране и везде рабочие профессии. И, слава Богу, мы сейчас к этому возвращаемся и очень активно, наверное, с преодолением где-то и некоторых таких стереотипов, сформировавшихся уже за этот период, что важнее быть офисным работником, что это более важная задача. И, на мой взгляд, преодоление идет достаточно успешно, потому что здесь и поддержка федерального центра, и активная позиция нашего региона в этом направлении играет свою роль. И могу отметить, даже вот если мы возьмем по конкурсу в нашей профессионально-образовательной организации, по качеству поступающих абитуриентов, последние три года наблюдается такая яркая положительная динамика. Могу сказать, что на многие специальности у нас приходят абитуриенты со средним баллом аттестата не ниже четырех. И в авиационный колледж техникум железнодорожный приходят очень высокого качества абитуриенты. Это, конечно, радует, это и вселяет надежду и в преподавателей, и в руководство техникумов, и в нас тоже, что действительно мы движемся в правильном направлении. Это здорово, и мы обязательно на этом чуть подробнее остановимся, потому что в регионе еще и разработана вот эта концепция сопровождения. То есть мы говорим о том, что человек, который пришел получать рабочую профессию, он твердо знал, что он останется в регионе, будет работать, как это пафосно звучит, на благо региона, но в первую очередь на свое благо он точно будет иметь рабочее место. Вот, кстати, есть информация, что число бюджетных мест в ульяновских вузах в 2016 году увеличено на 200 единиц, АСУЗа тоже расширяет набор, вводит новые специальности. Вы можете нам что-то там поподробнее рассказать, какие специальности, в каких техникумах что это есть? Я знаю, что есть какие-то мастер по лесному хозяйству появился, что раньше не было этой специальности. Есть архитектура, есть монтаж, эксплуатация оборудования системы газоснабжения. Это именно уже в колледжах специальности вводится. Да, эти специальности, то, что вы сейчас назвали, уже проведено лицензирование, и по некоторым из них начинается прием уже в этом году, и планируется к открытию новой специальности в следующем году. Прием также, конечно, увеличится. Вузы я просто хотел отметить, здесь, наверное, если говорить о вузах, то здесь положительная динамика наблюдается за счет увеличения бюджетных мест в магистратуру. Бакалавриат, это первая ступень высшего образования, там динамика в последнее время не прослеживается, но при этом идет увеличение приема в магистратуру. Я думаю, что это будет продолжаться еще несколько лет, потому что у нас только в прошлом году прошел первый выпуск бакалавров, которые имеют право продолжить тоже на бюджетной основе обучение в магистратуре, и в последующих годах будут выпускаться такие бакалавры, которые, естественно, пожелают продолжить обучение в магистратуре, и в связи с этим будет увеличение количества бюджетных мест. То есть я хочу отметить, что в целом поступающих после школы в вузы, наверное, количество не увеличивается, но при этом поступающих в профессионально-образовательные организации и наблюдается положительная динамика, мы увеличиваем прием за счет открытия новых специальностей. А каково, вот есть вообще цифра какая-то, общее количество мест, которые за счет областного бюджета, в среднем профобразовании на новый учебный год, 2016-2017 год. Я знаю, что в прошлом было 4 250, по-моему. В этом году так же остается, да? Ну да, это на этом же уровне, да. Да, я думаю, что в этом году у нас на этом же уровне остается прием профессионально-образовательной организации, да. Есть еще один момент. Профориционная работа с выпускниками школы совершенствует, тренд такой. Но известно, совершенству нет предела. Время, технология ставит новые задачи, соответственно, новые требования, ну и открывает новые перспективы. Мы всегда обречены догонять вот это, в этой профориционной работе, или мы уже достигли каких-то таких успехов, которым можно гордиться сказать? Вот мы придумали, это наше достижение. Ну, наверное, я отмечу такой проект, который реализуется у нас в области, и мы здесь, наверное, занимаем передовые позиции в стране. Это движение WorldSkills, в которое мы вступили сразу же после вступления России в 2013 году, сразу же достигли определенных успехов. У нас в 2013 году уже студент выезжал и на мировой чемпионат, победитель в компетенции автомеханика. В чем прелесть этого движения? В том, что это движение соревновательное, это чемпионаты, и в течение трех дней студенты выполняют и конкретное задание. Изготавливают из дерева какое-то изделие, или собирают схемы электрические, или же вытачивают детали на станках с ЧПУ. Да, по своему профилю. Костюмы шьют, готовят какие-то кулинарные изделия. И это очень зрелищно. И сама идея движения WorldSkills в том, чтобы показать, как и что делают у нас рабочие на предприятиях, на производстве. И, естественно, чтобы это показать красиво, мы стараемся проводить соревновательные на самом современном оборудовании, и мы привлекаем партнеров, которые с радостью нам помогают в организации площадок, в разработке заданий, в оценке этих заданий. И мы поняли, что действительно это очень интересно. И как-то тоже в 2013 году появилась идея такой чемпионат устраивать для детей. Потому что, чтобы дети уже в раннем возрасте что-то изготавливали своими руками, это оценивалось, и это в соревновательной, естественно, атмосфере. Очень завлекает детей. Но здесь мы применили некоторую особенность. И для детей соревнования командные. И мы были, можно сказать, новаторами, провели первый такой чемпионат среди детей. Он тогда еще назывался WorldSkills Kids. У нас было 10 компетенций. Школьники с огромным удовольствием приняли участие вместе с родителями, которые за них болели. И уже осенью 2014 года, когда сформировался союз WorldSkills Россия, этому движению придали тоже очень серьезное значение. И теперь он называется JuniorSkills. И также хочу отметить, что мы самый первый регион, который заключили соглашение с WorldSkills Россия о проведении такого открытого чемпионата JuniorSkills, который у нас прошел уже весной 2015 года. Открытый чемпионат. К нам приехали 6 регионов. И победители этого чемпионата уже поехали на WorldSkills Россия, национальный чемпионат в Казань. То есть сейчас идеология такая, что это движение чемпионатное, движение чемпионата рабочих профессий не имеют возрастного ограничения. Среди детей, среди студентов. И уже года два проводятся отраслевые чемпионаты среди рабочих предприятий. Впервые такой чемпионат прошел в Екатеринбурге, хай-тек, осенью 2013 года. И мы ежегодно туда тоже выезжаем. И были у нас там тоже победы. Студент технического университета на станках с числовым программным управлением. Тоже там занял первое место. Это грандиозное мероприятие. Проходит оно в выставочном центре, куда приходят школьники, родители. И на наш взгляд имеет огромную роль в популяризации рабочих профессий. Но нужно идти дальше. Мы понимаем, что чемпионат – это самая вершинка, которую провести здорово и на высоком уровне возможно только при систематической подготовке. И если вот со студентами мы уже более-менее определились, и у нас в течение года студенты по стандартам WorldSkills осваивают эти компетенции и готовятся к чемпионату, эти задания входят уже, включая в образовательные модули. То есть они прям целенаправленно, подготовка идет именно к чемпионату, именно к соревнованиям, чемпионатам. Совсем, наверное, так. Ведется подготовка в соответствии с современными требованиями международного уровня. Ведь, по идее, смысл, мы должны выйти в итоге на то, что мы готовим так, что они потом идут на чемпионат, побеждают, выигрывают. То есть мы должны выйти на то, чтобы мы готовили рабочих такого уровня. Что они могут адаптироваться в любой ситуации, на любом производстве. Чтобы они могли выполнять задания практические, быстро, качественно. Ведь на этом чемпионате оценивается не столь даже, конечно же, в первую очередь оценивается продукт, то, что он производит, но и как он организует свое рабочее место. Как он умеет распределить инструменты и как их правильно использовать. Это тоже все оценивается. И тоже одна особенность. С каждым участником на чемпионат выезжает и то, что у нас проводится региональный эксперт. Это, как правило, мастер производственного обучения нашего техникума. Как наставник. Как наставник. Он тоже член команды. Он тоже оценивает. То есть фактически все эксперты, выезжающие в национальный чемпионат, становятся членами жюри и оценивают работу. Ну, понятно, ставят так, чтобы свой своего не оценивал, но тем не менее все они являются одной командой. И здесь идет совершенствование не только самих студентов, но, естественно, мастеров производственного обучения. И здесь отдельная программа сейчас заработала уже весной этого года подготовка мастеров производственного обучения по методикам WorldSkills. Там в течение года будет подготовлено около 700 по стране. Наши тоже мастера производственного обучения. В эту программу включены 18 человек, которые в течение года будут проходить подготовку соответствующую. То есть смысл в том, чтобы готовить рабочих для предприятия соответствующего качества, а потом уже между ними проводить соревнования, а не готовить не сама цель соревнования. И мы сейчас выходим на то, чтобы такую же подготовку организовать и для чемпионатов детских, Junior Skills. Буквально в течение последнего месяца мы активно разрабатываем документы в том, чтобы в рамках предпрофильной подготовки школьники имели возможность в наших техникумах получить такую же рабочую профессию. И, естественно, они будут первыми претендентами на участие в стране Junior Skills и региональных, национальных. И уже наше агентство «Трагический инициатив» федеральное выступило с инициативой. Я думаю, что эта инициатива пройдет. Есть предположение, что уже в Абу-Дабе в 2017 году будут международные соревнования Junior Skills среди детей. И здесь наша страна, естественно, выступает инициатором. И мы будем, я надеюсь, лидерами в этом движении. И наша Ульяновская область тоже в числе. То есть мы, в общем-то, убиваем двух зайцев. Одно дело, мы всю систему профилитационной работы поднимаем на новый уровень. И второе дело, это, что называется, человеческий фактор. Мы доходим до каждого ребенка, до каждого школьника, до каждого студента, который понимает, что он вообще делает своими руками и понимает свое будущее уже. Четко понимает, где он будет жить и работать. Да, все правильно. Потому что всегда ценились люди, которые умеют делать что-то своими руками. Естественно, тоже хочу отметить, что дорога-то и высшее образование, оно не закрывается для такой категории студентов, детей. И, наверное, и в советское время тоже это было достаточно популярным, получение рабочей профессии, потом, естественно, получение высшего образования. Но рабочие профессии важны, и, наверное, они должны стоять на первом месте. И вот именно такая наша сейчас задача. Министр образования и науки Льванов на недавнем в Красногорске как раз форуме высоко оценил работу регионов как раз по повышению качества образования в нашей области. Назвал нашу область лидером подготовки профессиональных кадров. Сказано, что на федеральном уровне запущен ряд проектов, которые целью своей имеют развитие системы профобразования. Говорится об открытии шести межрегиональных центров компетенций. И среди Казани, среди Татарстана есть и Ульяновского. Татарстан, Чувашия, Свердловск, Московская область, Хабаровск и Ульяновск. Там достаточно сложные условия софинансирования. Потому что федеральное вложение, по-моему, около 300 миллионов. И наш регион должен на условиях софинансирования вот эти центры компетенций, центр, у нас будет один центр компетенций, развивать, оснастить и запустить строй. На каком сейчас это все уровне? Все правильно. Действительно, это очень серьезный проект. Межрегиональные центры компетенций, сейчас их семь. В Хабаровске появился седьмой, вот еще весной дополнительно, потому что Дальний Восток не был охвачен, и там провели отдельные конкурсы. Теперь таких регионов семь, в которых будут созданы центры международных компетенций. У нас осенью, в октябре прошлого года был утверден перечень наиболее востребованных, перспективных рабочих профессий, так называемый топ-50, минтрудом утвержден. И как бы эти вещи, наверное, взаимосвязаны, не то чтобы даже параллельно, взаимосвязаны реализация проекта топ-50 и движение WorldSkills и создание межрегиональных центров компетенций. Эти центры компетенций, фактически топ-50 разделены по этим семи центрам компетенций сейчас. И помимо того, что здесь будет оснащаться тренировочный полигон на федеральные средства, региональные средства будут в основном направлены на модернизацию инфраструктуры. То, что сейчас происходит, и в настоящее время составлен перечень оборудования, составлена проектно-сметная документация, и там уже ведутся работы сейчас, потому что действительно нужно придать совсем иной вид этому учреждению. Хочу отметить, на базе авиационного колледжа за Волгой создается этот межрегиональный центр компетенций. Помимо этого, там будет еще учебный центр, который будет призван как раз, будет лидером в реализации вот той части топ-50, которая приходится на область транспорта и логистики, в которой мы победили. Здесь будет вестись, ну, наверное, разработка новых федеральных стандартов при нашем участии непосредственно будет вестись, но то, что здесь будет вестись апробация этих новых федеральных государственных образовательных стандартов, это точно. И поэтому это своего рода будет такой учебно-методический центр. МЦК будет состоять из двух структур. Тренировочный полигон и учебный центр. То есть в тренировочном, в рамках тренировочного полигона будет вестись отработка практических навыков, в том числе, конечно же, и мы это понимаем, задача подготовка участников национальных и мировых чемпионатов по этим компетенциям, которые относятся к области транспорта и логистики. Также здесь будет вестись и подготовка студентов по основным образовательным программам. Студентов, в том числе, и приезжающих из других регионов. Сейчас идет активно процесс заключения соглашений между такими межрегиональными центрами компетенции. В проработке с Чувашией есть договоренности уже с Татарстаном в рамках сетевого взаимодействия осуществлять подготовку студентов. То есть у них одна область, у нас другая. Наши студенты будут выезжать туда, студенты из Татарстана будут приезжать к нам. Я хочу отметить, что, конечно, это очень серьезный проект, но мы были отмечены, наверное, в связи с этим, но и в связи с тем, что практически во всех проектах последних лет Ульяновская область активно принимает участие на конкурсной основе. То есть мы не просто там их нам раздают, а на конкурсной основе мы участвуем в проекте дуального образования. Мы сейчас в проекте по созданию базовых центров профессиональных образовательных организаций по реализации инклюзивного образования, тоже финансируемых из федерального бюджета. Мы также в проекте по разработке регионального стандарта подготовки кадров для промышленного производства 21 регион вошел, и мы тоже, в общем-то, активно принимаем участие во всех проектах. Ну вот это активное участие, вот красивые фразы, да, актуальное образование, по большому счету, в Советском Союзе это тоже просто называлось это шефство, да? Ведь это так было? Ну, наверное, не шефство. Ну, чуть-чуть сейчас немножко видоизменилось, конечно, потому что, ну, просто теорию мы получали в учебных классах, а на практику мы приходили на производство. Вот производство было нашим шефом, нам там давали наставника, и вот мы вот там чему-то учились. Просто сейчас это действительно более системно, более организованно и комплексно. Ну, я хочу сказать, что выстраиваем эту систему по-новому, потому что возродить советскую невозможно. Это мы прекрасно понимаем, и мы, конечно, мечтаем, чтобы она была такой же, потому что она была хорошо организована. Был лучший, сильный. Но, наверное, это будет другая система. И понятно, что очень много красивых сейчас фраз, но надо отдавать себе отчет, что этот проект реализуется два года. И здесь путь длинный. Я больше чем уверен, что это достаточно длинный путь, потому что он требует не только участия предприятия и участия региона, учебного заведения. Но здесь, наверное, должна вырабатываться целая система на государственном уровне. Я думаю, что она разрабатывается. Этот пилот и был призван обозначить все острые проблемы и выйти уже с инициативой на федеральный уровень в измене законодательства для того, чтобы реализовать его в полной мере. Ну, в частности, сейчас, наверное, уже второй год активно прорабатывается такая инициатива, как заинтересованность предприятий. Да, я тоже хотела спросить. Заинтересованность предприятий необходима. И есть уже проекты налоговые законодательства о том, чтобы предприятия, которые участвуют в подготовке кадров, участвуют в своей материальной базе, участвуют своими кадрами, имели и поддержку или льготы. И я больше чем уверен, что это обязательно будет, потому что без этого мы в полной мере дуальную форму или как практикоориентированную мы ее у нас сейчас называем, мы, конечно же, не сможем реализовать. Вы уверены на это, потому что это такая ваша внутренняя уверенность или просто вот вся ситуация в этой отрасли, она говорит о том, что по-другому просто нельзя? У меня мое внутреннее состояние определяется ситуацией в системе, потому что все понимают. И предприятие понимает, что это необходимо, мы понимаем, что это необходимо. Ведь сейчас очень быстро обновляется оборудование, технологические какие-то процессы обновляются на предприятиях. И техникуму угнаться очень сложно. И без взаимодействия, так же, как и раньше это было, без использования материальной базы предприятий, мы не сможем дать такого качества подготовки студентов, которые требуются предприятию в настоящее время. Ну, в чем еще прелесть, конечно, такого практикоориентированного обучения? В том, что студент в ходе практических занятий на предприятии проходит и психологическую адаптацию. То есть у него уже нет такого стресса, перехода из учебного заведения на предприятие с испуганными глазами, где что происходит. Ну и сами-то предприятия идут, если пока еще даже не определены, какого количества, там, какого процента льготы им будут все-таки выделены на федеральном уровне. Сами предприятия идут на это? Не считается лишней общественной нагрузкой? Ведущие предприятия понимают, что развитая молодежь – это будущее? Бесспорно. Они понимают, они идут, мы с ними тесно взаимодействуем. Это «Авиастар», «Утес». Но качество их работы, если они получат такую поддержку, будет, естественно, на другом уровне. И качество, соответственно, подготовки студентов будет на другом уровне. Мы же тоже понимаем, что если сейчас поддержка оказывается нам, и оказывается, наверное, где-то, можно грубо сказать, по остаточному принципу, то если будет такая поддержка, то это совершенно уже другое качество взаимодействия. К кардинальному образом, да? К кардинальному образом. Да, именно для этого. Для того, чтобы… Да, мы работаем, предприятия заинтересованы, и, в общем-то, практически никто нам и никогда не отказывает. Но я говорю, что это не всегда, наверное, на том уровне, на котором это необходимо. Не всегда они нам предоставят, допустим, лучшего мастера, который у них план выполняет, и влекаться на студентов практически ему некогда и незачем. Ну, вот эти все тенденции, вот эти все желания, пожелания, возможности, перспективы, они вошли, очевидно, вот в этот комплекс мер по сопровождению выпускников и оказанию содействия в трудоустройстве, да? Вот этот комплекс мер, насколько я прочитал на сайте правительства Ульяновской области, сайте Министерства образования и науки, то есть выпускник, вы его ведете прямо за руку до трудоустройства? Да, конечно, бесспорно. Мы такую работу делаем и самое главное здесь, наверное, довести до производства полдела. Простой пример. Авиационный колледж выпускает специалистов, востребованных на предприятии Авиастар. Они берут всех, так в кавычках, скажем, кто может, потому что ребята, окончив профессиональную образовательную организацию, ходят в армию. Большинство. И, конечно, основная задача это сопровождение сейчас продлить на период их службы в армии, потому что они подготовлены, они готовы, они могут, но вот этот вот год не всегда способствует тому, что они возвращаются на предприятие. И комплекс мер призван именно еще развить работу в этом направлении. У нас и техникумы многие формы применяют такие, чтобы детей заинтересовать, как-то заякорить на себе. В техникуме и в сельхозяйственном в Рязаново такая традиция, наверное, тоже она может быть где-то из советских времен, но очень интересная, классная, когда на выпуске и вручении дипломов ребят, которые подлежат призыву, торжественно провожают в армии, а в Рязаново там все эти мероприятия проходят всем селом, то есть фактически их селом провожают, их ждут, им какие-то подарки на путьственные слова, они какую-то, они клятву зачитывают, поэтому очень хорошая, интересная традиция, потому что ребята должны, получившие профессию, продолжить работать в этом направлении. И вернуться туда, где их ждут и где их знают. Да, естественно, вернуться хочется туда, где ждут. Там, где не ждут, быстро забывается и как-то находят пустое место, оно не бывает долго свободным и заполняется, а им нужно, чтобы они помнили, что их ждут. Вот эту работу мы стараемся сейчас проводить. Успехов вам! Спасибо большое, Алексей, за интересный разговор. Я думаю, что многие выпускники, которые еще в чем-то сомневаются, да, а если еще с родителями посмотрели программу, во многом, наверное, себе вопросы ответили, нашли ответы. Спасибо. Спасибо, Варина. Всего доброго. Всего доброго.